Добрый день. В столице полдень. О главных событиях данному часу рассказывают корреспонденты телеканала Хабар 24 в студии Патагос Сарпулова. Теперь у нас с вами есть выбор. С сегодняшнего дня в Казахстане началась иммунизация населения отечественной вакциной Казвак. В числе первых в прямом эфире Хабар 24 ею привился глава Минздрава. Напомню, первую партию нашей вакцины в объеме 50 тысяч доз уже распределили по регионам. Если вы собираетесь защитить себя от коронавируса, можете выбрать казахстанскую Казвак или российскую Спутник Ви. Но если вы уже получили первый компонент, второй должен быть того же производителя. В чем преимущество нашей вакцины узнавали наши корреспонденты. Теперь у казахстанцев появился хоть небольшой, но все-таки выбор вакцин против ковид. С сегодняшнего дня привиться можно отечественным Казвакам. Первая партия в количестве 50 тысяч доз уже доставлена в регионы. По 6 тысяч получили столица и Алматы. Еще по 4 – Шимкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области. В остальные же поступит по 2 тысячи доз вакцины. Но даже при этом некоторые регионы страны до сих пор испытывают острый дефицит антиковидного препарата. В аутсайдерах – Атрауская область. На сегодня первый компонент спутника Ви. Там получили чуть больше 16 тысяч человек. У нас сейчас есть четкие графики по каждому региону Казахстана, когда доставляется вакцина. Западный Казахстан вакцина буквально на днях поступила. И через каждый день-два поступает новая партия. Поэтому дефицита такого острова быть не должно. Как цифра, может быть, для того, чтобы понимать, у нас каждый 20-й казахстанец на сегодняшний день уже провакцинировался. Поэтому темпы идут хорошие. Что касается отечественного препарата Казвак, третью финальную фазу его клинических исследований планируют завершить 9 июля. Но, несмотря на это, прививаться и можно, отмечают разработчики. По их словам, вакцина иммуногенна и безопасна. Эффективность по результатам двух фаз исследований составила 96%. Это казахстанская вакцина Казвак. В одной коробке находится 10 флаконов. Каждый из них рассчитан только на одного человека. Каких-либо сложных условий для транспортировки этот препарат не требует. Лишь обязательно хранить его при температуре плюс 2-8 градусов. Следующую партию в объеме 50 тысяч доз выпустят в мае. Далее производство вакцины будут поэтапно наращивать до 500-600 тысяч доз в месяц. Единый дистрибьютор СК «Формация» и Институт проблем биологической безопасности вместе договорились выпустить до конца года до 2 миллионов доз вакцин отечественного препарата. Уже подписано соглашение. До конца года они появятся. Распределением препаратов по регионам занимается комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава. Отмечу, что вакцинация Казвак производится в два этапа. Поэтому 50 тысяч доз рассчитаны на 25 тысяч человек. Тем временем эпидситуация ухудшилась в Павлодарской области. Регион сегодня перешел в красную зону. За минувшие сутки там выявили 75 инфицированных. Вернулся в опасную зону и Казлардинский регион. В желтой он продержался всего сутки. Таким образом, в красной зоне теперь 10 регионов, в их числе столица и Алматы. А вот Шымкент ее покинул. С сегодняшнего дня он в желтой зоне, где также остаются Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кустанайская области. В зеленой по-прежнему два региона – Туркестанская и Североказахстанская области. Повлияет на ситуацию в регионах, которые находятся в красной зоне, специалисты надеются с помощью ускорения темпа вакцинации. Для этого увеличивают число прививочных пунктов. Так, в столице, помимо медорганизаций, их также развернули в четырех торгово-развлекательных центрах – в Керуене, Ахан-Шатыре, Меге, Селквей, Абудаби-Плаза. Привиться в них жители и гости города могут без предварительной записи в порядке живой очереди. Всего, по данным Управления общественного здравоохранения города, на их складе сейчас имеется 55 тысяч доз вакцины против ковид, в том числе 6 тысяч доз отечественного препарата. Всего на сегодняшний день первый компонент вакцины от коронавируса получили 893 тысячи 633 человека. Точное число привитых казахстанцев вы сейчас видите на своих экранах. Лидирует по темпам иммунизации Алматы. Там на сегодня привили больше 180 тысяч человек. Напомню, с сегодняшнего дня в Казахстане начали применять отечественную вакцину Казвак. В Аксюбинской области по поликлиникам распределят 2000 доз препарата. О том, как идет вакцинация, готова рассказать наш корреспондент в регионе Наталья Салькова. Она встретилась с первыми привившимися отечественным препаратом. Наталья, приветствую. Тебе слово. Здравствуйте, Батагос. Хотела бы немного поправить. Все-таки вакцину еще у нас по поликлиникам не распределили. Но ожидается, что... Вот сейчас, в данный момент мы находимся в 6-й городской поликлинике. И ожидается, что отечественную вакцину от коронавируса в это медицинское учреждение доставят в течение нескольких часов. И как только она поступит, здесь начнут вакцинировать отечественным препаратом. По словам главного врача поликлиники, проблем с транспортировкой и хранением вакцины не возникнет. Здесь, как и во многих других поликлиниках, проводят вакцинацию спутником ВИП. Поэтому необходимое холодильное оборудование есть. Об отечественном препарате и о том, как проходит прививочная кампания, нам расскажет руководитель медицинского учреждения. Жексибе Кабеевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько доз вакцины Казвак поступит в эту поликлинику? Из официальных источников информировано, что 50 тысяч дозы казахстанских вакцин направлены на Казахстан. Активинская область сейчас позиция в ожидании. Шестая поликлиника город Активе готова вакцинировать население при первом получении казахстанских вакцин. Скажите, пожалуйста, сколько населения прикреплено к данной поликлинике и сколько уже получили прививку спутником ВИП? В нашем городском поликлинике номер 6 прикреплено больше 308 тысяч населений. С 1 февраля 2021 года из них получил более 25 тысяч населений вакцинированных против коронавируса. Проблемы при вакцинации у нас абсолютно нет. Все организационные меры приняты. Открыты два превышенные пункта и оснащение, чем необходимо. Все персонали обучены, термобокс и морозильный холодильник мы обеспечены. Проблемы у нас и не будет. Спасибо большое. Порядок проведения вакцинации уже всем хорошо знаком. Перед прививкой пациента осматривает врач, он измеряет давление, температуру, сатурацию. Затем посетитель поликлиники проходит в прививочный кабинет. После получения укола пациент определенное время находится под присмотром медиков. Сейчас у нас есть возможность поговорить с теми, кто уже получил прививку, но препаратом российского производства. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда вы привились и почему решили сделать прививку и как самочувствие? Добрый день, дорогие казахстанцы. В связи с напряженной обстановкой в нашей стране и во всем мире, вызванной коронавирусом, я решила сделать прививку от COVID-19. Только что я получила первый компонент спутника ВИ. И хочу выразить большую благодарность всем медикам поликлиники номер 6 на ССД города Ак-Тюбе за прекрасную организацию прививочного процесса. Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Сейчас я чувствую себя хорошо. Вначале, значит, я прошла медосмотр в кабинете, где измерили температуру, давление. И после получения прививки еще полчаса находилась под наблюдением медиков. Спасибо большое. Не болейте. Стоит отметить, что эпидситуация в регионе остается сложной. Область в красной зоне, поэтому врачи призывают строго соблюдать меры профилактики и, конечно же, делать прививки. Те, кто еще не получил вакцину, могут обращаться в поликлиники по месту жительства. И стоит отметить, что на сегодняшний день прививки уже получили более 32 тысяч жителей региона. На этом у меня все. Батагос. Спасибо, Наталья. Держите нас в курсе. Я напомню, на прямую связь со студией была наш корреспондент Ваталья Салькова из Ахтуби. А мы продолжим. Казахстан рассматривает дополнительные площадки для производства отечественной вакцины Казвак. Об этом в интервью нашему корреспонденту также рассказал Алексей Цой. Министр отметил, произведенные 50 тысяч доз казахстанского препарата – это ограниченная серия, которую может выпустить Институт проблем биологической безопасности. Ранее власти заявляли, что Казвак будут разливать в Турции. Для того, чтобы увеличить доступность казахстанской прививки, идет поиск дополнительных мощностей. Мы сейчас достраиваем наш собственный завод, который находится в Гвардейском. И сейчас он проходит все стабы инсталляции, опорудования и в дальнейшем запуска. Поэтому мы различные площадки для производства нашей казахстанской вакцины рассмотрим. И сегодня же министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал вопрос о трудоустройстве своего предшественника Ельжана Бертанова. Напомню, ранее ему продлили домашний арест, но разрешили выходить на работу. На данный момент мы тоже такую информацию получили. И, насколько мы знаем, он сейчас работает в коммерческой структуре. В столичном аэропорту депортировали гражданина Узбекистана. Он прибыл из Ташкента. При прохождении контроля выяснилось, что у него нет ПЦР-справки, подтверждающей отрицательный тест на COVID-19. Всего накануне Казахстан принял 27 международных авиарейсов. Из 11 стран прибыло больше 4000 человек. И о ситуации с COVID-19 в мире. Власти Нью-Дели еще на неделю продлили жесткие коронавирусные ограничения. В городе не снижается число случаев заражения. Порядка третий из всех проб на COVID-19 оказываются положительными. Все сотрудники частных компаний продолжают работу из дома. Открыты только продовольственные магазины и аптеки. В целом по стране ситуация также остается напряженной. Небывалый рост инфекции в некоторых штатах вынудил пойти на крайние меры. Здесь пассажирские поезда превращают в изоляционные отделения. Также ощущается острая нехватка кислородных баллонов. Их производство увеличили во всех регионах и даже заказывают из других стран. О своей готовности предоставить помощь Индии сообщили в ЕС, Великобритании и США. В Японии также из-за роста числа зараженных в третий раз объявлен режим ЧС. На карантин до 11 мая отправились жители четырех префектур – Токио, Осака, Киото и Хиога. Японское правительство опасается новых вспышек из-за недели праздников, которая начнется в конце апреля. Во время ограничений власти закрыли магазины, торговые центры, парки, театры и музеи. Сокращены часы работы кафе и ресторанов, общественного транспорта. Школы работают в прежнем режиме, но университеты перешли на дистанционное обучение. Япония не вводила ни одного локдауна по темпам вакцинации. Она идет позади многих стран, поскольку импортных вакцин не хватает, а разработка собственных все еще находится на ранней стадии. 88 человек погибли из-за пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде. Еще порядка 110 пострадали. Напомню, пожар в больнице произошел в эти выходные. Сообщается, что перед возгоранием в хранилище с кислородными баллонами рядом с отделением, где находились тяжелые пациенты, прогремел взрыв. В тушении задействовали почти 30 пожарных расчетов. Помощь также оказывали десятки местных жителей. Двухэтажное здание сгорело почти полностью. По данным Минздрава, спасти удалось почти 200 пациентов в больнице. После инцидента премьер-министр Ирак отстранил от должности министра здравоохранения страны и губернатора Багдада. В стране объявлен трехдневный траур. Я выражаю свои соболезнования семьям и родственникам жертв и пострадавших из-за пожара в больнице Ибн-Аль-Хатыб. Я дал распоряжение министрам, как можно скорее оказать помощь семьям пострадавших и перевести раненых, нуждающихся в лечении. Будет проведено специальное расследование этой трагедии. Всех виновных привлекут к ответственности. В Греции после почти полугодового перерыва открылись крупные торговые центры. Работать магазины будут с ограничениями. Для посещения покупателям нужно отправить СМС-уведомление и выбрать время визита. Находиться внутри торговой площади можно не больше трех часов. Сотрудники один раз в неделю обязаны делать тест на коронавирус. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию и, конечно же, носить маски. Штраф за нарушение правил 300 евро. Отмечу, с 3 мая в Греции возобновят работу предприятий общественного питания. Ранее обслуживать клиентов они могли только на открытом воздухе. В планах власти отменить большую часть ограничений к середине мая. Хорошо, что магазины снова открываются. У нас есть возможность выйти на улицу и сходить за покупками. Мы ведь не можем сидеть в заперти вечно. И еще о событиях в мире. Тысячи палестинцев собрались на площади Восточного Иерусалима. Они убрали ограждения, выставленные ранее израильской полицией. Однако официального разрешения израильских властей на отмену баррикады не было. Стражи порядка стали разгонять толпу. В ответ собравшиеся начали кидать в правоохранителей бутылки и камни. Площадь Старого Города – популярное место встреч после Ифтара во время священного для мусульман месяца. До сих пор израильская полиция не дала убедительного объяснения своего решения, когда запретила сидеть на площади. Отмечу, беспорядки в Иерусалиме впервые вспыхнули 13 апреля. А во Франции прошла акция протестов против решения суда по делу об убийстве 65-летней ортодоксальной еврейки Сары Алими. Почти 20 тысяч человек вышли на улицы Парижа в эти выходные. Демонстрации прошли также в Марселе, Страсбурге и Израиле. Акции протеста прошли после того, как Ассоциационный суд Франции подтвердил решение нижестоящей инстанции, признавшей преступника уголовно ненаказуемым. Мужчина в момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии после приема наркотиков. Напомню, Сара Алими погибла в Париже в апреле 2017 года. Женщину жестоко избил и выбросил из окна ее квартиры сосед. Позже французская прокуратура признала, что преступление было актом антисемитизма. Женщину избили и выбросили из окна, предположительно потому, что она была еврейкой. И человек, совершивший преступление, считается невиновным, потому что он курил каннабис. В любом другом случае употребление наркотиков и алкоголя лишь усугубляет наказание для злоумышленника, но никак не защищает его. Береговая охрана Испании спасла 49 мигрантов. Одного из них доставили в больницу. Переполненное судно потерпело крушение недалеко от острова Гран-Канария. Отмечу, число нелегалов, прибывающих на Канарские острова, за последние несколько лет выросло в 8 раз. Сейчас туда в среднем прибывает до 25 тысяч человек в год. По данным ООН, ежегодно при попытке добраться до Европы погибает больше сотни мигрантов. Точных данных о количестве жертв нет. Вернемся к событиям в нашей стране. В североказахстанской области дорога, ведущая к Монтаушалкарской курортной зоне, требует ремонта. Трасса Саумалколь-Новоишимская-Червоная, по словам местных жителей, находится в неудовлетворительном состоянии. И ежегодная подсыпка инертных материалов уже не спасает от ям. Когда ее уже отремонтируют, узнавала Нургуль Ахметова. Это трасса областного значения. Она соединяет два крупных райцентра североказахстанской области, село Саумалколь и село Новоишимское. В сутки здесь проезжают около тысячи автомобилей, но некоторые участки дороги находятся в таком состоянии. Эта дорога ведет к туристическим объектам и сакральным местам и Монтаушалкарской курортной зоны, а также связывает республиканские трассы Жесказган-Петропавловск и Кокшетау-Рузаевка. Водители, которые ездят здесь регулярно, не в восторге от состояния асфальтового покрытия. Дорога очень ужасная. Я, получается, по этой дороге ездил буквально каждый день почти в направлении. У меня работа такая, торговля. И вот невыносимо просто уже. И писали уже, много куда обращались, но результата нет никакого. В Акимате пояснили, что 11 наиболее разбитых километров этой трассы планируют капитально отремонтировать в ближайшие два года. На эти цели выделено свыше 400 миллионов тенге. Управлением пассажирского транспорта уже заключен договор с подрядчиком. Но в Айртаусском районе есть и другие дороги, годами, ждущие ремонта. По ним тоже сейчас проводится определенная работа. Поезды готовы. С экспертизы у нас. Лаврка-Харакамус, 28 километров. Подъезд солнечный, ВИП, туристический зон, там, к озеру и Монтау. На Верхнюю Буруку у нас подготовлена дорога. И дорога Лобанова-Зелинда у нас в общей протяжении 22 километра. В 2019 году сделали 10,3 километра. А 15,3 километра ПСД готовы. С экспертизы есть при выделении средств планируется ремонт. В целом в регионе в этом году планируют отремонтировать больше 2000 километров автодорог. Бюджету это обойдется почти в 8 миллиардов тенге. Нургуль Ахметова, Тулегин Иманов, Хабар-24, Северо-Казахстанская область. До 3000 МРП увеличили штраф за сорванные краснокнижные тюльпаны с этого года. О чем должны помнить туристы, приехавшие посмотреть на яркое зрелище, расскажем сразу после рекламы. Продолжаем выпуск. Миллионы краснокнижных тюльпанов зацвели в Туркестанской области. Полюбоваться ярким зрелищем, которое бывает только раз в году. Ежегодно приезжают не только казахстанцы, но и иностранцы. Правда, у такой народной любви есть и обратная сторона. Не каждый может удержаться, чтобы не сорвать такую красоту. С этого года штраф за сорванные краснокнижные тюльпаны увеличили до 3000 МРП. Катерина Попкова расскажет подробнее. Тюльпанами буквально усыпаны бескрайние степи. Количество хрупких цветов завораживает мимо проезжающие люди. Обязательно хотят запечатлеть цветочную красоту. Эта Красная Горка – единственное место в стране, где тюльпаны сохранились в огромном количестве. Живой ковер раскинулся на десятки гектаров. Посмотреть на завораживающее весеннее цветение. Ежегодно приезжает много туристов. Питер Вис родом из Голландии. Здесь его интересует буквально каждый цветок. Мужчина признается, что у себя на родине, где огромное разнообразие тюльпанов, таких никогда не встречал. Я первый раз вижу такие дикие тюльпаны. Очень красивые. У нас в Голландии есть большие поля с тюльпанами, но они не такие. Если верить истории, нам их привезли из Турции. В этом году из-за долгой прохладной погоды краснокнижных тюльпанов значительно меньше, чем обычно, говорят специалисты. Но кнуться в атмосферу цветущей весенней природы все-таки можно. Увы, народная любовь порой бывает плачевной не только для цветов. Любителя бесплатных тюльпанов задержали в Бадибекском районе. Мужчина сорвал цветы, занесенные в Красную книгу. Шесть цветов теперь ему могут обойтись почти в 9 миллионов тенге. В Красную книгу Казахстана занесены 34 вида тюльпанов, в том числе и наши тюльпаны Грейга. За срыв цветов предусмотрена строгая уголовная ответственность. Также предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 3000 МРП. На полях, утопающих в цветах, полицейские теперь прогуливаются часто. И не только потому, что тронуты такой красотой. Специалисты уверены, людям надо разъяснять, что эти цветы рвать нельзя. Тюльпаны Грейга даже в вазе с водой проживут чуть больше часа. А на месте сорванного цветка еще лет 10 новый не появится. У нас каждый раз здесь проводятся рейды и мероприятия. Присматриваемся на территорию. Здесь пост поставить официально в ближайшее время, чтобы смотреть на эту территорию. Лет 10 назад тюльпанов на Красной Горке было гораздо больше, говоря специалисты. Поля буквально горели красным цветом. Теперь уникальность те будут усиленно охранять. Особенно те две недели, когда идет пышное цветение. Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Нурмахан Мусатов, Туркестанская область, Хабар, 24. Названные победители престижной кинопремии «Оскар» 2021 года. В этом году победителем номинации «Лучший фильм года» стала картина «Земля кочевников». Награду за лучшую мужскую роль получил Энтони Попкинс. За лучшую женскую роль – Фрэнсис Макдорманд. Отмечу, в этом году церемония вручения «Оскар» прошла в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса. Номинанты присутствовали на премии лично. Но из-за пандемии коронавируса церемония награждения прошла с меньшим размахом. К примеру, не было привычного для таких праздников парада блестящих нарядов. Книги в отдаленные села Пакистана теперь развозят верблюд Рошан. Чтобы достичь пункта назначения, ему приходится преодолевать пустыню. С книгами и учебниками Рошан обходит четыре деревни. Инициатором столь необычной мобильной библиотеки стала директор местной средней школы. Из-за пандемии учебные заведения закрыты. Таким образом, женщина решила помочь детям не отстать от программы. Рошан несет книги в четыре деревни в районе, совершая путешествия в разные дни недели. Библиотека открыта в течение двух-трех часов, примерно с трех до шести вечера. Дети с радостью встречают верблюда Рошана. Они выбирают книги, которые им нравятся, и возвращают их, когда верблюд приходит вновь. И к этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова